Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Поскольку сегодня понедельник, традиционно для этого дня в 15.00 по московскому времени, я проведу вебинар, причем тему этого вебинара я предлагаю выбрать вам. В нашем телеграм-канале, ссылку на которую вы можете найти в описании к этому ролику, мы сегодня запустим голосование, предложим несколько тем на выбор. Та, которая наберет больше всего ваших голосов, соответственно, будет вам интересно, станет центральной в ходе моего предстоящего выступления. Поэтому буду очень рад вас всех сегодня видеть. Ну что ж, эта неделя, она преимущественно будет посвящена британской валюте, друзья, потому что всю неделю мы будем анализировать макроэкономические данные по Англии, также ключевое событие недели заседания Банка Англии, который состоится в четверг. Мы ждем его очень давно, потому что понимаем, что в свете тех экономических обстоятельств, которые сложились за последние недели, у британского регулятора есть все на руках для того, чтобы обойти прочие регуляторы в плане агрессивности подхода к борьбе с инфляцией. Вынужден он это делать из-за того, что инфляция остается самым высоким среди всех развитых стран в 8,7%. Поэтому я еще месяц назад допускал, что британский регулятор может вот как раз на заседании в этот четверг поднять процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов. Напомню, что сейчас ставка Банка Англии 4,5%. Если мы попробуем порассуждать на тему дальнейших действий в последующие месяцы, то потенциально ставка британского регулятора может легко обойти на повороте ставку Федрезерва. И в этой связи британская валюта априори будет, возможно, более интересна для инвесторов среди всех инструментов рынка Форкса. Что касается конкретно событий этой недели, я предлагаю в среду обратить внимание на данные по инфляции в Англии. Также в среду состоится выступление Паула Конгресси. Это двухдневное выступление. Соответственно, среда-четверг Паула точно коснется текущей монетарной политики, прольет свет на будущий план американского регулятора и может дополнительно раскачать динамику курса американского доллара. Но каких-то прям суперзначимых релизов по уже американской экономике на этой неделе не будет. Хотя здесь нужно сделать оговорку, все-таки отчет в четверг по перечным заявкам на пособие по безработице нас ожидает. И мы помним, исходя из последних недель, этот релиз может очень неплохо повлиять на динамику доллара, потому что все больше признаков того, что американский рынок труда начинает буксовать. Если и в рамках этой недели мы увидим, например, количество обращений в районе 250-260 тысяч, то тогда уже смело можно будет закладываться под то, что данные по Non-Farm Perils через две недели точно разочаруют, это будут июньские цифры, и, соответственно, уже начнут очень сильно бить по вероятности повышения процентной ставки в июле. И я очень надеюсь на то, что эти данные потенциально слабые смогут переубедить тех, кто все еще верит, что американский регулятор остается на пути последовательного повышения процентной ставки. То, что в июне он сохранил статус-кво, это не временная пауза, это фактически начало новой эпохи для американского регулятора, когда ставка будет заморожена на текущем уровне, а через какое-то время вовсе начнет снижаться. В четверг, как уже отметил, заседание Банка Англии, и в пятницу еще будет блок статистики по Англии, тоже роничные продажи, активности в производственном секторе и сферы услуг. Ну, как видите, преимущественно, да, все связано с британской валютой. Поэтому я предлагаю начать сегодня с фунта. Текущие котировки 1.28.16. И называя, в принципе, эти котировки, можно сделать вывод о том, что мы уже еще до выхода, до решения Банка Англии по процентной ставке, до публикации тех релизов, которые были названы, мы уже достигли нашего целевого долгосрочного ориентира 1.28. Но я предлагаю все-таки мыслить смелее в рамках этой недели и попробую, друзья, поставить новую цель – сопротивление 1.30. Сейчас все располагает к тому, чтобы британская валюта пользовалась спросом, опять же, ожидание активного повышения процентной ставки, ожидание сильных макроэкономических данных. Сантимент сейчас показывает, что большинство трейдеров в коротких позициях, продажах. Поэтому здесь, как и всегда, я много раз на это делал акценты, делаем простой, единственный верный в текущих условиях вывод о том, что нужно действовать против толпы. В данном случае цель 1.30, мне кажется, вполне оправданной, и я думаю, мы сможем ее достичь уже в предстоящей торговой сессии. Индекс доллара текущей котировки 101.92. Очень насыщена была прошлая неделя по поводу макроэкономических данных относительно заседания Федрезерва, риторика американского регулятора. Поподробнее, если вам будет интересно, я предлагаю остановиться на теме перспектив доллара на сегодняшнем вебинаре. А сейчас вкратце просто коснуться того, что было много статистики, которая тянется с прошлых недель. Мы получили слабые данные по рынку труда, начиная от роста уровня безработицы до первичных заявок на пособие безработицы, то есть еженедельная статистика, которая больше рачарован. Промышленное производство просело. И, на мой взгляд, сейчас рынки будут куда более чувствительны к макроэкономическим данным, нежели чем к озвученной позиции Федрезерва, которая привела к тому, что точечная диаграмма сейчас стала показывать, что американский регулятор может еще дважды до конца этого года повысить процентную ставку. Я в это совершенно не верю. Все-таки предпочитаю работать с текущими экономическими условиями и с цифрами, которые я вижу по статистике. И они точно не настраивают на то, что уместно еще одно или два повышения ключевой процентной ставки. Да, если инфляция каким-то немыслимым образом снова начнет расти, например, если Brent в ближайший месяц протестирует 100 долларов за баррель WTI, будет, соответственно, идти следом, то тогда, да, инфляционные риски возрастут. Но мы в этом случае приспособимся, адаптируемся. Сейчас пока что рынок нефти более-менее стабилен. И каких-то прям серьезных взрывных предпосылок для такого мощного восходящего движения нет. Поэтому я не сомневаюсь в том, что американский регулятор сохранит вождательную позицию в течение длительного периода времени. И это будет постепенно топить позиции доллара, способствовать тому, чтобы индекс американской валюты снижался все ниже и ниже. Золото – 1954 доллара за тройскую унцию. Я в длинных позициях. Сантимент сейчас за то, чтобы золото наросло. Жду 2000 долларов за тройскую унцию. Рынок нефти – 75,50. Очень много факторов сейчас за то, чтобы постепенно нефть все-таки карабкалась все выше и выше. Это прогноз Международного агентства относительно ожиданий по росту спроса. Это последние данные из Китая. Правда, статистика апрельская относительно того, что потребление достигло чуть ли не рекордного показателя в 16 миллионов баррелей в сутки. Но эти данные, честно говоря, надо еще перепроверить. Может быть, была какая-то погрешность. И к тому же нам нужны актуальные цифры. Доллар, слабость американской валюты – это еще один фактор роста для рынка нефти. Сезонные спросы за начало летнего периода активных автомобильных поездок. В июле напоминают, что Саудовская Аравия дополнительно сократит объем нефтедобычи на 1 миллион баррелей. Этого достаточно, чтобы цены были стабильнее. Консервировались как минимум в районе 75 долларов за баррель. Постепенно смещались все-таки в сторону 80, где выставлен первый целевой ориентир. Европейская валюта 1,0934, цель 1,10. Спасибо Европейскому Центральному Банку, что ставка была повышена на 25 байсных пунктов до 4%. Прогнозы по инфляции ухудшены из-за роста зарплат, что позволило Лагар заявить о том, что ставка будет снова повышена в июле. Рынок додубил эту тему и теперь ожидается, что 100% ставка повысится и в июле, и в сентябре. Я разделяю эту точку зрения. Параллельно вижу, как растут доходности немецких облигаций, германских. Это сильно контрастирует с снижением доходности трежерис и создает условия для роста именно европейской валюты. Поэтому евро также удерживает длинные позиции. Я думаю, что в рамках этой недели заберемся по риску еще выше. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока.